«На войне, как на войне» отрывок из повести Виктора Корочкина прочли на очередной встрече участники городского проекта «Читаем вслух». Произведение выбрали по двум причинам. 23 декабря исполнится 100 лет со дня рождения автора, а 55 лет назад был снят одноимённый фильм. У вас сегодня очень непростое задание. Прочитать осознанно и выразительно самое начало повести Виктора Корочкина «На войне, как на войне». Почему задание непростое? А потому что вы не знаете, чем всё закончилось. Потому что вы наверняка не читали эту книгу и не смотрели этот фильм, хотя фильм очень хороший. Я советую вам его посмотреть, чтобы узнать, чем же всё-таки завершилась эта история жизни лейтенанта. Десятиклассники, особенно те, у кого был опыт чтения вслух, прекрасно справились с поставленной задачей и передали даже самые тонкие нюансы, интонации и настроения в диалогах главных героев повести. Подошёл к машине, вскочил на неё и взглянул в открытый люк. А тут на него вдохнуло холодом. Он углянулся на ребят, хотел улыбнуться, помахать им рукой, сказать что-нибудь доброе. Но улыбки не получилось, рука не поднялась. И сказал он то, что надо было сказать. Отойдите от машины подальше, а то взорвётся. 12 декабря запланирована ещё одна встреча во Дворце детского творчества. Одиннадцатиклассникам предстоит прочитать страницы книги Владимира Гелировского «Москва и москвичи». Анна Перепец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.